Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. На наших каналах ни для кого не секрет, что многие люди левых убеждений решительно осудили позицию Геннадия Зюганова, поздравившего Единую Россию, как все убеждены, с ее фальшивой победой на выборах и занявшего соглашательскую позицию. Более того, многие прямо назвали действия Зюганова предательством. Впрочем, я даже здесь смягчаю ситуацию. На наших каналах тысячи комментариев, выражения в которых весьма сложно назвать парламентскими. Но очень многих обнадеживало то, что КПРФ сейчас начало длительное и достаточно серьезное сотрудничество с Николаем Платушкиным. И от Платушкина все ждали решительных заявлений, которые помогут решить проблему соглашательства Зюганова. Ждал и я. Хотя лично я неоднократно обращал внимание наших уважаемых подписчиков, читателей и зрителей на то, что лично меня настораживает деятельность Платушкина. Кратко напомню. Я не считаю КПРФ коммунистической партией. Не считаю, потому что она продолжает исповедовать сталинский научный коммунизм. Аппортунистическое учение, разработанное в 1933 году академиком Василием Струве по личному приказу Иосифа Сталина. И понятно, это учение не имеет никакого отношения ни к науке, ни к коммунизму. Создание так называемого научного коммунизма было прямым предательством Сталина. Дело коммунизма – левого дела вообще. Струве в научном коммунизме вычеркнул из коммунистической теории азиатский способ производства, АСП, или политаризм. А также объявил, что общественная собственность на средства производства является гарантией от эксплуатации человека-человеком. Это поставило коммунистическое учение с ног на голову. Что по Марксу, что по Энгельсу, что по Ленину – все ровно наоборот. Самые чудовищные и самые гнусные формы эксплуатации человека-человеком возникают при политаризме, в условиях господства общественной собственности на средства производства. Власть же коллективных социальных паразитов, сегодня их принято называть номенклатурой, с позиции настоящей коммунистической теории намного хуже власти социальных паразитов частных, капиталистов, феодалов и рабовыдельцев. И несложно понять, зачем Сталину понадобился научный коммунизм. Он понадобился для того, чтобы обмануть народ Советского Союза, скрыть от него тот факт, что он создал в Советском Союзе не социалистическую систему, а политарную. Осуществим на практике то, что Владимир Ильич Ленин назвал азиатской реставрацией. Мой подробный ролик о политаризме будет на конечной заставке. КПССЖ и КПРФ с 1933 года предпочитает данный факт в упор не видеть. И это еще полбеды. Вторая половина беды, и ничуть не менее серьезная, это то, что коммунистическая теория совершенно не развивается, начиная с 1933 года. Научный коммунизм превратился в догму. Точнее его искусственно в ее превратили. Посягать на которую, дескать, кощунство. А со времен, что Маркса, что Энгельса, что Ленина, очень многое изменилось в этом мире. И понятно, эти изменения должны находить отражение в настоящей коммунистической теории. Она должна быть живой. Николай Платушкин вроде бы попытался всерьез начать такую работу, создавая свою теорию нового социализма. И, конечно, это можно только приветствовать. Но я очень быстро убедился, что в ней он, в отношении политаризма, по-прежнему продолжает исповедовать принцип «я не я» и «лошадь не моя». А это, согласитесь, не может не наводить на очень нехорошие мысли. Мой подробный ролик, что настораживает деятельности Николая Платушкина, будет в подсказке. И вот, похоже, эти самые мои очень нехорошие мысли начинают получать подтверждение. Недавно Платушкин вместе с своей супругой Глазковой дал интервью Андрею Караулу. Есть это интервью и на его канале, на ютубе Николай Платушкин. Ролик называется «Лучше засчитаю». Платушкин, Зюганов встречался с Мишустиным. Правительство неизбежно повернется к народу. На мой взгляд, уже название, говорит о многом. И в этом интервью Андрей Караулу всячески пытался вывести Платушкина на критический разговор о Зюганове. И о том, что Капайров давно нужен новый лидер. Вот, например, как он это сделал в самом конце интервью. И как Платушкин в очередной раз, а это много раз было за интервью, начал юридию. На Зюганове рано ставить точку. На Зюганове рано ставить точку. Это я вас спрашиваю, не его. На Зюганове. Смотрите, если вместо Зюганова придет, есть там еще пара человек. Я не буду эту фамилию называть. Но если вы посмотрите, вот этот форум левых сил, вы меня поймете. Если вот такие придут, то они выжгут там все. Понимаете? Вот просто вот ноль. И никакой коммунистической партии, даже, понимаете, в ее нынешнем состоянии, вообще не будет. Что здесь можно сказать? Пока думаю только одно. Платушкин явно на сей момент не оправдывает надежд возложенных на него людмилевых убеждений. Он явно, все вернее, ложится в кирватор соглашательской политики Зюганова. И, конечно, мне очень хотелось бы ошибиться, но он, похоже, не та фигура, которая способна вернуть нашей стране настоящее коммунистическое и настоящее левое движение. Похоже, такой фигуры просто вообще еще нет среди действующих политиков. И ей еще предстоит прийти. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно, вы видите на конечных заставках. Спасибо.